В Самаре проведут ремонтно-профилактические работы с кратковременными отключениями холодной воды. В четверг 24 октября холодное водоснабжение планирует отключить с 9 утра до 5 вечера на проспекте Кирова 157. В этот же день водоснабжение ограничат по адресам Малярный переулок, Максима Горького, Кутякова, Крупской, Князя Григория Засикина, Водников, Степана Разина, Тракторная, Мельничная, Халиловская, Гаванская, Ростовская, Окружная, Аральские, Извилистые и Ударные переулки. Бойлер установят на пересечении улицы Водников и Кутякова. В Самаре на улице Ташкентской сгорел автобус. Как уточнил перевозчик, в пожаре никто не пострадал. Во время возгорания пассажиров внутри не было. В данный момент по факту происшествия ведут проверку. Предварительная причина – неисправность электропроводки. В детсадах Самары 25 октября распределят свободные места на 2024-2025 учебный год. Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг, в разделе «Поиск заявлений». Информацию о наличии свободных мест можно найти там же. Распределение происходит автоматически. До 7 ноября жители Самары смогут наблюдать метеорный поток Арианиды. Как уточнили в планетарии Самарского университета, в час в небе будет падать порядка 20 метеоров. Они состоят из льда и пыли, которые оставила комета Галлея. Лучше всего звездопад будет видно по ночам после двух часов. Сегодня в 20.00 на главном стадионе Самары состоится матч между Акроном и Рубином. Специально для тех, кто не сможет попасть на зрительские трибуны, мы будем вести прямую текстовую трансляцию игры в телеграм-канале. Самарские таможенники в аэропорту Курумыч обнаружили незадекларированные ювелирные украшения на сумму 3,5 миллиона рублей. Женщина везла их из Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Во время допроса стало известно, что пассажирка приобрела браслет, серьги и ожерелье в Турции. Все изделия сделаны из золота и имеют бриллиантовые вставки. При этом сертификаты и чеки отсутствуют. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении и назначили штраф в размере 880 тысяч рублей. Нарушительница его уплатила. Сегодня Валерию Грушину исполнилось бы 80 лет. Гитарист и исполнитель бардовской песни родился в 1944 году в городе Моздок. Родители барды переехали в Куйбышев в начале 50-х. Валерий учился в авиационном институте. Грушин с детства любил петь, а также обожал походы. Погиб 29 августа 1967 года во время путешествия. Он видел с берега, как перевернулась моторная лодка с детьми. Он спас девочку, а до мальчика не доплыл. Через год после трагического события друзья Валерия Грушина организовали в его честь фестиваль. И вот уже более полувека событие собирает множество поклонников авторской песни в Самарской области. Стало известно, как дешевле снять квартиру. В большинстве городов в Pet Friendly квартиры сдаются дешевле. Там более простой ремонт. Поэтому ставки аренды у них немного ниже, чем в тех, куда с четвероногими жильцами заселиться нельзя. Такие однушки сдаются на 7% дешевле, а двухкомнатные на 9%. Согласно анализу данных сайта по размещению объявлений, в Самаре на однокомнатные квартиры цены начинаются от 14 тысяч рублей, а на двушки – от 20 тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok